Московский психиатр насильно выкрал 10-летнюю дочь из школы. Полиция смиренно шла рядом, пока девочка билась в истерике. Где сейчас находится школьница, неизвестно. Дорогие друзья, несмотря на отпуск, я продолжаю держать вас в курсе некоторых наиболее важных для меня новостей. Я человек системы образования. Если вдруг кто новенький на канале, я учитель химии и биологии. И мне кажется, сейчас, когда все буквально, аналитики, эксперты, средства массовой информации, чиновники заговорили о том, что нам надо возрождать систему образования, я хочу донести ряд очень важных вещей. Вот смотрите, ситуация, да? Психиатр московский, уважаемый, серьезный человек, выкрадывает свою дочь, и полиция ему ничего не может сделать. Учителя подавно не имеют никакого права ничего делать. Почему? А это родители. Вот можно часто услышать, семья пусть занимается своими детьми. А вы видели вообще у нас, какие сейчас родители? Вы можете себе представить, чтобы вот такие истории массово происходили по всей стране? В детских садиках, в школах родители делят детей. В советское время это было частое явление? Вы должны понять, сейчас другое время. Мы сейчас столкнулись с проблемами, с которыми ни советская система, ни система Российской империи никогда не сталкивалась и не встречалась. В таких масштабах этого не было. Кто должен обеспечивать соблюдение прав этой школьницы, девочки, 10-летней? Кто будет решать, кто здесь прав? Отец со связями блатной или мама, которая может быть тоже ку-ку? Это без гарантий. Кто это будет решать? Кто? Вы можете высказывать свои предположения, но вы должны понять. Государство об этом даже не задумывается. Совет безопасности, Госдума, Минпрос, Минобор, Академия образования. Этого даже нет на повестке дня. Они думают о том, как правильный учебник истории написать, чтобы там не упоминалась Киевская Русь. Я вам уже показывал это неоднократно. Дальше. Подполковника полиции из Москвы подозревают в доведении до самоубийства своего пасынка. 17-летний Матвей покончил с собой в ночь на 10 мая. По датам получается, что Матвей очень переживал перед ЕГЭ. 17 лет – это 11 класс, скорее всего. Понимаете, да? Это по всей стране происходит. В средства массовой информации попадает информация только вот про такие резонансные случаи, когда родители – депутаты, чиновники или силовики. По всей стране дети кончают жизнь самоубийством, потому что они не в силах сдержать этот психологический накал. Не только самого ЕГЭ, но своей жизни в целом. Родители не родные, а отчим. Что с учебой будет непонятно. Поступлю в университет или меня в армию сейчас отправят. А армию мы все боимся, потому что нет у нас нормальной рекламы армии. Не на плакатах, а аккуратненько, вскользь упомянутой в средствах массовой информации. Я уже снимал ролики. Что надо делать, чтобы молодежь хотела идти в армию? Ну уж по крайней мере, никакой уборки, никаких постоянных заправлений кровати в армии быть не должно. Ну может быть первые две недели. Все остальное время – это польза приобретения каких-то профессий, военных или двойного назначения. Тот же стройбат. Ну дайте человеку уверенность, что он год-два отслужил, но он так умеет плитку класть или монолит заливать, что его теперь с руками оторвут на хорошую зарплату. Дайте людям дорогу в жизнь. Не отнимите у них год, а дайте им что-то, и они с удовольствием пойдут служить. Даже в стройбат. Пусть наши доблестные пехотинцы, ОМОНовцы, ну каждый день, ну хотя бы по полчасика проводят с оружием в руках. С одним, вторым, третьим, четвертым. Сейчас это просто потеря времени. Ну короче говоря, вот пожалуйста, колоссальный груз давления. Нам нужна психология в школах. Но не та, которая сейчас есть. Сейчас что делает у нас школьный психолог? Вы вообще в курсе? Николай Платоныч Патрушев, к которому я все время обращаюсь. Николай Платоныч, вы в курсе, что основная задача сейчас школьного психолога, чтобы дети не состояли в каких-нибудь сообществах Навального, наоборот, правого сектора и так далее? Почему? Психолог этим занимается. Это вообще к психологии не имеет никакого отношения. А кто этим должен заниматься? Либо вы должны назначить специальную должность в системе школьного образования. И вузовского в том числе. Но у психолога другой функционал принципиально. Он должен следить, чтобы у ребенка не было нервного срыва. Чтобы убедиться, что ребенка, простите, отчим, там девочку или мальчика, не насилует в одно место. А такого тоже хватает в нашей действительности в 21 веке. Ладно. Директор престижной московской экономической школы запрещала патриотизм, обманывала партнеров и зарабатывала миллионы. Годовое обучение в гимназии обходится родителям в миллион рублей. Однако средства уходили отнюдь не на образование детей, а в карман директрисе Наталии Каджая и ее семье. Опять же, не буду вам весь материал зачитывать, просто вам для справки. Если вы думаете, что какие-то элитные школы, школы для блатных, для депутатов, для фейсбэшников, это там хорошо учат, воспитывают. Абсолютно нет. Более того, наоборот. Там больше разврата, идиотизма, блатных разных извращений. Ничего хорошего там нет. Дети элиты разлагаются еще быстрее, чем дети общества в среднем. Скандалы в отечественной науке – дело обычное. Гранд-вэмодель финансирования, лежащий в основе современной научной деятельности, на мой взгляд, зачастую является не только способом отмывать денег или процветания всякого рода шарлатанов и жуликов, но и прикрытием, прямо говоря, антигосударственной деятельности. И вот, судя по всему, мы становимся свидетелями очень неприятного для Елены Шмелевой и ее Сириуса. Я напомню, это фронтмен, один из лидеров «Единой России». На выборы, которые осенью проходили, выборы в Госдуму, у «Единой России» было пять лидеров. Это Шойгу. Подготовка к спецоперации, наверное, уже велась тогда. Шойгу, Лавров, Проценко, коронавирус, понятное дело, Шмелева и Кузнецова. Шмелева и Кузнецова – это как раз вопросами образования и воспитания занимаются. Ну и вот, пожалуйста, доверенное лицо Путина, лидер «Единой России» Шмелева, вроде как сделала «Сириус» – островок нормального образования. Не бывает такого. Если у вас вся система рушится, деградирует, разрушается, вы не можете сделать там райский островок. Вот, пожалуйста. Коррупционная история. Главный фигурант – гражданка США в «Сириусе», нашем островке нормального образования в «Сириусе», гражданка США Елена Григоренко, директор научного центра когнитивных исследований «Сириуса», руководитель направления и бла-бла-бла, обратившаяся в следком и прокуратуру. Дама много лет занимается сомнительными манипуляциями, с генетическим материалом детей, незаконно вывозит детей в США, попутно еще мутит всякие схемы с гонорарами, получая их как русский, так и иностранный ученый. Последняя история. Еще веселее. Оно – институт развития интернета. Я предполагаю, что именно эти сволочи блокируют мои каналы. Вот, например, за коронавирус. Кто забрасывает меня жалобами? Я предполагаю, что они могут иметь к этому прямое отношение. «Ири» выделила 260 миллионов рублей на разработку компьютерной игры о периоде смутного времени в России. Грант на разработку игры, получившую название «Смута», достался новосибирской студии «Сайберия Лимитед». В основу сюжета лежит роман Михаила Загорскина, Юрий Милославский или русский в 1612 году. Короче говоря, типа школьники засядут и будут играть в эту компьютерную игру. Из сотни компьютерных игр становятся успешными? Ну дай бог пять. Скорее две. То есть чтобы у нас появилась компьютерная игра, в которую захотят играть школьники, вы должны разделить вот эти 260 миллионов рублей на 10. молодым, неопытным, но энтузиастам дать этих денег, чтобы они 10 попыток сделали, 10 игр запустили, хотя бы в сыром каком-то недоделанном варианте. И вот когда тестовым школьникам дадут поиграть в разные игры, когда они честно скажут, «О, вот это нам нравится, вот это фигня какая-то». Вот одну-две игры дорабатывать, улучшать. Вот это, да, это нормальный ход. Это просто распил денег. Для справки, в 2020 году ИРИ стал оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи, председателем наблюдательного совета которого стал замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Летом 2021 года ИРИ получал от государства 7 миллиардов рублей. В январе 2020 года Росмолодежь выдала институту трехгодовую субсидию еще на 9 миллиардов рублей. То есть всего 16 миллиардов. Это было еще год и два года назад соответственно. Скажите, а где результаты? Вот сейчас у нас спецоперация, там ты, то, сё. Где этот патриотический контент в интернете? Вы куда бабки деваете? Видите, ни одного маломальски нормального, внятного блогера молодежного, ни при Минобороне, ни при Росмолодежи, нигде нету. Вы накручиваете себе подписчиков. Я показывал вам, дорогие друзья, на примере общества знания. Там откровенно накручены подписчики. Это нереальная работа, это пыль в глаза. Это ж преступление. Это фальсификация отчетности. Нормально. Выделяем в 16 миллиардов. Я вот представляю себе, сколько можно сделать на 1 миллиард. Нанять команду человек 20. Можно вообще расклады в интернете поменять с ног на голову. Это можно таких дел наворотить. Мама, не горюй. Где результаты? Где хоть какие-то успехи? Еще денег выделяют. Вы меня спрашиваете, Павел, что ты все критикуешь? Сам ты что предлагаешь? Вот чтобы понимали масштаб проблемы. Когда нам говорят. Вернем советскую систему образования. Нету ее у нас, вот знаете, в карман залез, достал и получил. У нас другие учителя, у нас другие родители, у нас другие дети, у нас другие школы, у нас другие учебники, у нас нет ничего. Вот мы в состоянии после гражданской войны. Вот как 100 лет назад Советский Союз, да? Аналогия такая. Я напомню, что советская школа, такая прям хорошая, появилась лет через 15 после окончания гражданской войны. То есть там был период проб и ошибок. Иосиф Виссарионович в какой-то момент сказал, все, значит, классическая гимназия. И произошел перелом, там система образования опять резко поменялась. Уже сталинская гимназия стала оттачиваться и улучшаться, и вовсю шире она развернулась после войны. То есть это тоже было не такое быстрое дело. Когда люди горели, когда было определенное понимание, что мы строим новую страну, страну справедливости, и мы теперь все свободны. Мы землю крестьянам, фабрике рабочим, это происходит на наших глазах и бла-бла-бла. Что мы имеем сейчас? Нам нужна система подготовки учителей. Нам ее надо создать с нуля. Вот вы поймите, ее нету. Нету. Вообще. Нам нужны преподаватели, учебники для педагогических вузов и колледжей. Программы, понимание, какой должен быть учитель. Кого принимать на курсы? Сколько нам их надо? Этот вопрос даже не поднимается. То есть эта система, вот даже вот отдельно от всех остальных вопросов, просто создать систему подготовки учителей, за это можно жизнь отдать. Вот приходит джин и говорит, у тебя есть одно желание, после этого ты умираешь. Хочу, чтобы у нас в стране была система, которая за три года создаст 20 тысяч классных учителей. И каждый год будет выпускать по 5 тысяч классных учителей, прям таких вот патриотичных, развитых, интеллектуальных, интеллигентных, житейски мудрых и так далее. Это задача колоссальная. Ее даже никто не ставит, ее даже никто не озвучивает дальше. Система контроля учителей. Вот работает учитель, а надо проверить. Может быть прошло 5 лет, он уже морально выгорел. Ему надо менять профессию. Ему нужен какой-то перерыв. Но учителей, даже самых лучших, надо контролировать. Самых искренних, знаете, как хорошими намерениями устлана дорога в ад. То есть это контроль необходим. Кто будет контролировать учителей? Зауч? Директор? Нет. Они должны быть за учителей. Они должны горой стоять, помогать учителям, поддерживать, защищать, контролировать, проверять должны другие люди. А у нас сейчас система методистов уничтожена и развалена. Кто у нас будет этим делать? Это еще одна система, понимаете? Нужно много людей, профессионалов, прописанные нормы, как мы работаем, что мы можем делать, что мы не можем делать. Об этом тоже нет. Значит, смотрите. Сколько у нас есть репетиторов, после которых дети не говорят на английском. То есть многие учителя работают чисто за бабос. Им плевать на результаты. Ребенок не говорит на английском или там не знает математики. Я говорю родителям, что все нормально, продолжаю брать денег. Бессовестных, подлых учителей у нас огромное количество. И... Опять же, сколько фальсифицируют выборы. Тоже учителя во многом. Общественный договор. Ювенальная юстиция. Да, вот мы сейчас посмотрели. Вначале я специально вас подготовил к этой теме некоторыми примерами. Кто будет решать? Вот отец насильно утаскивает ребенка из школы. Ребенок ревет, плачет. Ни учителя, ни полицейские не вправе вмешаться. С другой стороны, другой пример. Ювенальная юстиция. Приходит в семью, отбирают ребенка. Хрен знает зачем. Чтобы в Америку его отправить в детский дом. Ну, на усыновление. Кто, вот, кто у нас сейчас будет обсуждать, где этот баланс? Где права ребенка, где права родителей? Родители бывают абсолютно неадекватные, отбитые. 150-200 лет назад у людей были общины. Не дай бог. Какой-то отец избивает своего ребенка просто так. Придет его отец, дед. Или просто мужики из деревни. Или старейшины деревни. Или священник придет. И будет такой народный суд. Будут определять, а какого хрена происходит? Знаете, там вплоть до убийства вообще-то такие вопросы решались. То есть, там были общественные механизмы определения подобного рода вопросов. У нас сейчас этот вопрос вообще не стоит на повестке дня. Кто-то думает, что у нас родители святые. Кто-то думает, что у нас учителя святые. Ну, или будут святые. Само как-нибудь утрясется. Не утрясется. Этим надо заниматься. Вот просто осознайте масштаб вопроса. Сколько будет сломано копий на баталиях. На разного рода обсуждениях. Сколько будет загублено карьер и репутаций. На каких-то неосторожных замечаниях. Родителям нельзя. Родителям можно. Учителям нельзя. Учителям можно. А государство способно, не способно. Это огромный вопрос. Вот если отбросить все остальные, просто вдумайтесь. Общественный договор о том, кто какую меру ответственности несет за деятельность родителей, школы или детей. Роли места вузов, распределение стипендий. Вот это самое главное. Вот спросите меня. Главный секрет возрождения образования. Сквозная ответственность. Государство ведет четкую точную статистику постоянно, каждый год. Может быть, каждые полгода. Может быть, каждый месяц. Уточняет у бизнеса, сколько вам нужно маркетологов, инженеров, сварщиков, технологов. Сколько? Например, вот такую-то специальность нужно. Пять тысяч человек в год. Ее не хватает, нам нужно больше. Хорошо, пять тысяч человек. Окей. Открываем новые факультеты. В Москве, Самаре, Краснодаре, Хабаровске открыли факультеты. Выпускают специалистов. Мы должны, вузы, вот эти новые факультеты, должны отвечать за качество своих выпускников. А бизнес говорит, да, появились новые сотрудники, хорошо подготовлены, мы берем их на работу. Школьник не просто приходит в вуз пять-шесть лет штаны протирать. Школьник приходит на учебу, чтобы потом работать по специальности. Это должно быть четко прописано у всех в головах. Три года или пять лет. Целевой набор должен стать нормой. Люди приходят учиться. Без разницы, какие у него баллы по ЕГЭ. ЕГЭ вообще не должно влиять на поступление. Ну, минимально как-то, может быть, будет влиять на поступление. Даже школьные экзамены будут влиять как-то минимально. Преподаватели вуза общаются с ребенком по видеоконференцсвязи, по скайпу или по зуму или по российскому аналогу. Это все записывается, можно при желании пересмотреть. И берут на себя ответственность. Да, вот этого ребенка мы готовы взять на учебу, на программиста. Мы уверены, что за пять лет мы сделаем его профессионалом. И у нас в стране появится программист, который будет приносить пользу, будет создавать патриотические игры, новые серверы, программные продукты, что угодно. Вот как это должно работать. Высшее образование создает специалиста для экономики и хозяйства страны. Вот как это выглядит. Экстренное повышение роли среднего специального образования. Если ребенок не хочет работать инженером, маркетологом, психологом, зачем он идет в вуз учиться? Просто штаны просидеть. Так не должно быть. Дайте людям возможность нормально отучиться в колледже, в техникуме. Вы должны пропагандировать рабочие профессии. Рекламировать их, что нам нужны люди, сварщики, токари, прихмахеры, без разницы, профессионалы своего дела. Нам нужны они все. И это достойные уважаемые люди, наши сограждане. А сейчас у нас как говорят? О, это отбросы общества. В вуз не смогли поступить. Это надо менять с ног на голову. Чтобы люди не просиживали в вузах штаны, а потом шли работать теми же продавцами в магазин. Смысл-то какой в этом? Идиоты, господи, прости. Повышение числа психологов образования, я много раз об этом говорил, это необходимость. Но не тех психологов, которые сейчас. Нам нужны другие психологи. Нам нужна целая система педагогического образования, психолого-педагогического образования другого, нового типа. У нас вменяемых психологов крайне мало. На психолога идут учиться люди, зачастую, которым самим нужна помощь. Они хотят в себе разобраться, идут разбираться. А потом консультируют людей, ломают семьи, рушат судьбы. Так быть не должно. Возвращение программы учебников. Это самое легкое, что можно сделать. Да-да-да, учебник, советский учебник, сталинский букварь. Это малюсенькая ступенька в огромном длинном пути. Ставьте лайки, делайте репосты, распространите информацию. Если вы вдруг ведете с кем-то дискуссию, спорите, обсуждаете вопросы образования, баллонской системы и всего остального, делитесь моими роликами. Я уже снял, я серию снимаю по всему, что сейчас происходит. Баллонская система, отменять ЕГЭ, суверенитет. Люди не понимают, о чем мне говорят. Люди, которые этим сейчас занимаются, они с задачей не справятся. Не надо в это верить. На данный момент ситуация следующая. Хотите, чтобы ваш ребенок, внук, сын, внучка, дочка были образованы? Во-первых, учитесь сами, себя учите. Когда вы последний раз для развития ума читали какую-то классическую литературу? Гоголя, Горького, Достоевского, Тургенева, Джека Лондона, хотя бы современных. Ну, кого-то посложнее Дарьи Донцовой. Когда вы читали последний раз? И занимайтесь образованием своих детей. Главный секрет – это чтение, чтение, чтение. Это чтение, это посещение мест, где ребенку будет интересно, где он сможет оторваться от телефона, даже если вы этот телефон у него не отнимаете. Спектакли интересные. И так далее, и так далее. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Вместе мы сел, а вместе мы победим. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok